МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. На женщину-водителя такси было совершено разбойное нападение. По словам пострадавшей, она выполняла с клиентом рейс из Казани в Пестричинский район. На 846-м километре автодороги М7 пассажир неожиданно приставил к ее шее нож и потребовал ключи от машины. Женщина оказалась человеком неробким и оказала нападавшему сопротивление. В итоге он поспешил покинуть салон иномарки и скрылся с места происшествия. По подозрению в разбойном нападении, полицейскими разыскиваются мужчина 40 лет худощавого телосложения. Всех, кто узнал его, просят звонить по указанным телефонам. Женщина на Порше устроила серьезную аварию на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта. Дорогой немецкий паркетник премиум-класса на всем ходу протаранил старенький Вольво. Скорую помощь пришлось вызывать пассажирке легковушки. Девушка, сидевшая рядом с водителем Вольво, была пристегнута ремнем безопасности, но от него мало толку во время мощного бокового удара. Кузов шведской иномарки сильно деформировался. Пассажирка находилась в сознании. Более того, без посторонней помощи смогла выйти из салона машины. Хотя пострадавшая утверждала, что чувствовала себя хорошо, медики не исключили, что она просто находится в шоке. Поэтому настояли на обязательной госпитализации. Я ехал по прямой, она выезжает оттуда с из ворота, просто руль не вывернула. Я не знаю, когда она с большой скоростью, наверное, ехала и по прямой меня ударила. Все, развернула. Владелец Вольво обвиняет в произошедшем автоледи за рулем Порше. Говорит, когда проезжал в развязку, никак не думал, что со второстепенной дороги, не снижая скорости, может вылететь какой-то автомобиль. Ведь сам он ехал по крайнему левому ряду. Для немецкого паркетника было целых три полосы, чтобы, не создавая помех остальному транспорту, закончить маневр. Но вместо того, чтобы аккуратно повернуть направо, женщина на всем ходу поехала прямо и протаранила легковушку. А девушка, что ли, на Порше призналась? Да. Что она говорит? Задумалась? Да. Говорит, не справилась с управлением. По предварительным данным, у владелица дорогого паркетника есть персональный водитель. Но в этот вечер женщина почему-то решила сама сесть за руль автомобиля Порше. Скорее всего, автоледи понадеялась на систему электронной безопасности, которыми буквально напичкана иномарка. Но из-за высокой скорости вся эта электроника не помогла предотвратить аварию. В набережных Челнах во время пожара погиб мужчина. Огонь вспыхнул в малой семейке. Едкие дым заметили соседи, вызвали скорую помощь. Пострадавшего откачали. После чего чудом выживший, по словам очевидцев, решил отметить свой второй день рождения. Через несколько часов эта же квартира вновь загорелась. И на этот раз спасти хозяина не удалось. Задохнулся, вон, плитка наверху была. Из-за нее, да? Да. Погибший мужчина занимал две смежные комнаты малосемейки. Одна из них теперь полностью закопчена, а на окне фанера. Ее прибили, чтобы хоть как-то уберечься от сквозняков. Ведь чтобы выбросить горящую мебель, стекло пришлось выбить. Сосед рассказывает, что первое возгорание случилось еще в 8 утра. Но он успел потушить огонь. Он специально разжег там, нормально сидел, пил и горел у него. И все. То есть он видел, что горит? Ну и, конечно, это то, что я к нему зашел, он лежит, ему без разницы, и пьет. Вадим вызвал скорую, мужчину увезли. Он отравился угарным газом. Но, видимо, быстро пришел в себя. Потому что спустя небольшой промежуток времени появился в малосемейке. Около двух часов дня из комнаты вновь повалил густой дым. По прибытии на месте пожара был обнаружен хозяин одной из комнат, который позже скончался. Очаг возгорания находился на диване. От высокой температуры начала плавиться плитка на потолке. Она и стала источником едкого дыма. Он же не сгорел. Он беленький, я смотрю. Значит, он задохнулся. Соседи рассказывают, что погибший сильно пил. Недавно участковый заставил его устроиться на работу в местный ЖЭК. Но хватило его ненадолго. На эту тему я с ним миллион раз разговаривал. Спокойно, нормально. Ну, вообще. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении в нетрезвом виде. Лада Калина вспыхнула сегодня ночью во дворе дома на улице Авангардной. Огонь стремительно разгорался. И к приезду спасателей МЧС пламя из-под капота уже вырывалось вверх на несколько метров. Первые минуты происшествия очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Жильцы дома успели отогнать припаркованные вплотную автомобили еще до того, как пламя начало вырываться из Лады Калины. Тушить огонь до приезда спасателей МЧС очевидцы не стали. Поняли, что в этом нет никакого смысла. Сам хозяин АЧП узнал одним из последних, когда пожарные уже справились с огнем. Я только что вышел. Я сам жена разбудила. Говорит, там что-то случилось по ходу дела. Возгорание началось под капотом автомобиля. И очень быстро пламя перекинулось на салон Лады. Хотя спасателям понадобились считанные минуты, чтобы справиться с огнем. Но Калина серьезно пострадала от пламени и высокой температуры. То есть у вас здесь такого нету, что вот это чье-то место нельзя туда ставить? Нет, я всегда ставил. И перед подъездом ставили, и здесь ставили. Ну где место есть, туда ставишь. По словам автовладельца, явных врагов у него нет. Поэтому версию об умышленном поджоге он исключает. Но мужчина также не верит, что пламя могло произойти из-за короткого замыкания. Ведь Калина была исправна, регулярно проходила все техосмотры. Все нормально было, когда я уходил. А у вас с какого года машина? 11-го, наконец. А причина такая? С электрикой не было проблем никаких? Нет. Сивилизация ничего не браклила? Нет, нормально все было. Автозапуск у вас есть? Есть, но я не пользовался автозапуском. Причину пожара еще предстоит установить дознавателям. Владелец говорит, что теперь смысла восстанавливать автомобиль никакого нет. Ремонт обойдется слишком дорого. Очередного педофила приговорили к длительному сроку заключения. 17 лет колонии строгого режима получил 40-летний Сергей Варакин из Верхнеусловского района. Жертвами мужчины стали две девочки, 8-9 лет и 10-летний мальчик. При этом Варакин уже раньше отбывал наказание за аналогичное преступление, отсидел за решеткой 9 лет. В рамках этого уголовного дела мужчине была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она и выявила у него наклонности к педофилии. По версии следствия, в 2014-2015 годах Варакин, оставаясь наедине с детьми своей сожительницы 2005-2006 годов рождения, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Также насилию подвергался и соседский мальчик, который приходил поиграть с детьми Варакина. В дальнейшем этот ребенок привел в гости к Варакину своего товарища, который застал сцену насилия над своим другом. После этого он обратился к своим родителям, которые в свою очередь написали заявление в правоохранительные органы. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Мужчина попал под колеса автомобиля Киарио на улице Центральной в поселке Салмачи. Пешеходной дороги там нет, поэтому мужчина шел по проезжей части навстречу потоку машин. Из-за полного отсутствия уличного освещения автомобилист заметил человека в самый последний момент. Чтобы избежать наезда, водитель попытался вывернуть левее, но там оказалась встречная машина. Поэтому Киа все равно задел пешехода. К счастью, скорость у иномарки была небольшой и пострадавший не получил серьезных травм. Владелец Киа утверждает, что человек был сильно пьян. Степень вины автолюбителя установит суд. Он так бегал в магазин за чекушкой и он был хорошо пьяный. Сейчас он ее допил уже, думаю, он даже отказался со скорой помощью ехать в больницу. Отказался? Его не забрали, что ли? Нет, он дома остался. Сегодня утром в центре города на улице Пушкина Рено вылетел с дороги и снес несколько секций металлического забора. Водитель говорит, что он потерял управление после того, как наехал на грязную лужу у края проезжей части. Но в действительности дорога в этом месте была чистой. Инспекторы ГАИ не исключают, что ранним утром шофер мог просто уснуть за рулем. По предварительным данным, мужчина работает таксистом и, возможно, всю ночь развозил клиента. А уже по дороге домой провалился в глубокий сон прямо за рулем. Водитель скорости не превышал, видимо, поэтому и не пострадал. В офисы на улице Восстания проник неизвестный и похитил у сотрудников несколько кошельков. Сейчас полицейские разыскивают вора. Камеры, установленные на банкоматах, зафиксировали мужчину, когда он снимал деньги с похищенных банковских карт. В отдел полиции «Восход» поступило несколько заявлений о кражах кошельков. Объектом посягательства стали сотрудники одной из организаций на улице Восстания. Неизвестный забрал кошельки, в которых находились водительские права, банковские карты и деньги. Впоследствии мужчина снял деньги в банкомате, незаконно обогатившись на 9 тысяч рублей. Всех, кто обладает информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просим обращаться в отдел полиции «Восход» по телефону 294-53-52. Полицейские ищут мужчину 25-30 лет, среднего телосложения. Он был одет в пуховик, вязаную шапку темно-синего цвета, через плечо носит коричневую сумку. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом закончилась, но я прощаюсь с вами, но перехватовская тема этим не исчерпывается. Разговор о сомнениях в отношении некоторых действий продолжит и Фарид Хабибуллин и его гости. Добрый вечер, Фарид Милович, пожалуйста. Здравствуйте. Попали в аварию, будьте осторожны, вас могут обмануть, и об этом сегодня в теме.